День юбилея УВД И первый вопрос, каким багажом достижений и опыта подошли гродинские милиционеры к этому празднику, к своему юбилею? Сегодня, как вы уже сказали, Управление внутренних дел Гродинского областного полкома празднует свое 80-летие. История включает в себя много красивых страниц, начиная с Великой Отечественной войны, когда сотрудники действующих органов внутренних дел отстаивали свою независимость, независимость страны Великой Отечественной войны против фашистского ига. Затем интернациональный долг выполняли в Республике Афганистан, затем ликвидировали последствия Чернобыльской атомной станции. И сегодня сотрудники, стоя в рядах органов внутренних дел, выполняют задачи, которые нам определены главой государства, главой нашего ведомства и нашим народом. Основная задача – защита прав и интересов наших граждан, безопасность наших граждан и гостей, которые к нам приезжают. За 80 лет у сотрудников милиции и Беларуси, и в частности Грудинской области, всегда свои какие-то особые задачи. Когда образовывался УВД, тогда это была чуть маленькая организация, задачи стояли по работе с банформированиями. У современных милиционеров, сотрудников, теперь какие актуальные направления? Абсолютно справедливо вы заметили. Если в послевоенное время сотрудники органов внутренних дел занимались банформированиями, воевали с недобитками после войны, то сегодня, конечно же, структура преступности меняется. Еще когда я пришел в милицию 30 лет назад, была одна преступность, сегодня она совсем другая. Необходимо отметить, что преступность сейчас из объективной реальности уходит в виртуальную. И в большинстве своем сейчас преступления совершаются на просторах интернета. К сожалению, не все преступления нам получается раскрывать, те, которые совершаются в интернете, с учетом того, что сервера находятся на территории иных государств. И, конечно же, по нашим запросам, к сожалению, нам ответов не дают из-за того, что пока сложилась такая политическая ситуация. Но от этого задачи наши не умоляются. Сегодня мы стоим на защите интересов наших граждан. И любая информация, которая к нам приходит и способствует раскрытию преступления, максимально используется для того, чтобы виновных лиц изобличить, привлечь к установленной закону ответственности, привлечь к ответственности, ну и защитить права наших граждан. Девять месяцев этого года уже позади. И всегда, когда мы с вами встречаемся, я всегда задаю вопрос, есть ли какие-то цифры? Может быть, меньше стало каких-то преступлений? Понятно, что каких-то больше, это виртуальных, чуть ли не ежедневно, к сожалению, не есть. Но в целом, какая статистика за девять месяцев? Спасибо большое. Всегда, когда общаются с органами внутренних дел, всегда это стандартный вопрос. Как обстоит оперативная обстановка? И, конечно же, отрадно отметить, что к своему 80-летию мы пришли с очень хорошими результатами. На сегодняшний день общая преступность, как и преступность по линии уголовного розыска снизилась. Меньше совершается преступлений. Каждое десятое преступление по сравнению с прошлым годом в этом году не совершается, благодаря эффективной работе, наверное, в первую очередь на профилактику. Если раньше задача органов внутренних дел, задача стояла основная, совершенное преступление надо было раскрыть, виновное лицо установить, изобличить и привлечь к ответственности, то сегодня кредо в органах внутренних дел немножко изменилось. Наша задача спрофилактировать. Не допустить совершения любого преступления, не только преступления, любого правонарушения, с тем, чтобы не надо было никого привлекать. Ну и, соответственно, на наших улицах было спокойнее и свободнее для людей, чтобы они не боялись выходить на улицу и радовались жизни. Следующая тема, тема, которая, наверное, мне близка, потому что я максимально и эту тему стараюсь освещать. Это дорожная обстановка, дорожная ситуация. Не секрет, что все думали, что благодаря санкциям будут какие-то нюансы, но машин становится все равно больше, несмотря на пресловутые эти европейские санкции. По линии ГИИ какое самое важное сейчас направление? Это скорость, это пешеходы? Что? Абсолютно справедливо отметили вы. На сегодняшний день благосостояние наших людей улучшается. И так получилось, что на сегодняшний день на тысячу населения в Гродненской области самое большое количество машин. Если в цифрах это 410 машин на одну тысячу населения. Ближайшая к нам это Брестская область, в которой 367. То есть, сможете сравнить и понять. Соответственно, концентрация автотранспорта на единицу населения, с учетом наших узких улочек, не позволяет говорить, что у нас ДТП не будет совершаться. Они же, конечно же, совершаются. Даже при любом нашем усилии, сколько существует человечество, столько будет совершаться правонарушения. Но мы все делаем для того, чтобы максимально минимизировать их количество. Необходимо отметить, что в этом году количество, общее количество ДТП уменьшилось на четверть. По итогам 9 месяцев на четверть меньше. Но учетных ДТП, тех ДТП, в которых были причинены телесные повреждения, в том числе и со смертью, к сожалению, нам не удалось их уменьшить. Незначительно, но они увеличились. Необходимо отметить, что в этом году 27 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Если говорить про убийства, в прошлом году у нас убийств было 30, а погибших было 30 человек. В этом году у нас 21 убийство. Соответственно, на дорогах погибло больше людей, чем от совершенных деяний как-то лишения человека жизни. Конечно же, на дорогах происходит на сегодняшний день война. Не война, а соперничество, наверное, пешеходов с водителями. И, конечно же, это ведет к тому, что появляются жертвы. Сегодня задачи ГАИ, в первую очередь, и органов внутренних дел. ГАИ не отделяется от органов внутренних дел. Мы эту работу выполняем все вместе. Все подразделения заточены для того, чтобы максимально спрофилактировать совершение дорожно-транспортных происшествий на наших улицах. Это начинается от того, что работаем по пешеходам. Как-то пьяные пешеходы, которые находятся на проезжей части, они представляют угрозу как для водителей, так и сами для себя. Ну, а второе, работа с водителями, которые превышают, как вы правильно справедливо отметили, скоростные все рамки. На сегодняшний день грубо нарушают правила дорожного движения. Проезжая на красный свет, не соблюдая правила дорожного движения, совершаются ДТП. Достаточно много у нас, порядка 60 из всех ДТП, 60% это ДТП, совершенные на пешеходных переходах, где сбивают наших пешеходов, которые, к слову сказать, не смотрят по сторонам, понимают, что у них приоритет движений. Ну, а водители, своевременно, не увидев пешехода впереди и перед машиной, не успевают остановиться и тем самым совершаются дорожно-транспортные происшествия. Максимально мы используем для этого средства массовой информации, вас в том числе. Поэтому надеемся, что наша работа, она видна и максимально будет нацелена на то, чтобы количество погибших, количество раненых было минимизировано. Большинство граждан Беларуси теперь уже в этом году осознают и понимают, что 20-й год, я уже возвращаюсь к истории, и, идя в будущее, удалось сохранить мир в нашей Беларуси благодаря стойкости силового блока. Впереди 25-й год, электоральная кампания уже и мы видим, и вы, скорее всего, тоже чувствуете, что начинается раскачка в интернете этой ситуации. Готова ли Гродненская милиция к 25-му году и ваш совет тем, кто хотел бы здесь расшатать ситуацию приблизительно так, как в 20-м году? Абсолютно справедливо вами подмечено, что в 20-м году случилось так, что маленькая часть нашего общества откололась и пошла немножко иным путем, чем вся основная масса наших граждан, жителей Республики Беларусь. Попытались раскачать максимальную ситуацию с тем, чтобы совершить революцию, хотя все, с задержанными мы разговаривали, слово революция у них как реда в этой жизни, но когда что стоит за этим словом, что вы хотели добиться, что вы видите, какие изменения, что вам мешает, они толком объяснить не смогли. И в итоге приходил наш разговор, наши беседы, практически с многими разговаривали, которые основные революционеры, что они цели не видели, для них просто расшатать, а в этой ситуации оно бы само собой сложилось. Вы сами понимаете, что само собой ничего не сложится. И на сегодняшний день, конечно же, мудрое руководство главы нашего государства ведет страну из этого хаоса, куда попала, к сожалению, наша братская, родная страна, которая находится буквально южнее наших границ. На сегодняшний день там беда, хаос, и, конечно же, есть горячие головы, которые хотят туда свалить Республику Беларусь. Но на то и стоят органы внутренних дел, весь силовой блок, в том числе и Гроднищины, для того, чтобы не допустить этого произвола, для того, чтобы страна не скатилась, не потеряла свою независимость и не была в итоге разрушена. В итоге Гроднинская милиция готова. И вот что бы вы сказали тем, кто все-таки, а давайте попробуем в Гродно еще раз? На сегодняшний день работа по задержанию лиц, которые ведут деструктивную работу в каналах, проводится. Положа руку на сердце, скажу, что каждые сутки мне на стол ложатся сводки, в которых есть задержанные по статье 19.11 административного кодекса. Люди, которые не совсем допонимают, что делают, но которые по-прежнему пытаются писать какие-то пасквили в интернете, пытаясь раскачать ситуацию. Эти люди нами высекаются и жестким образом на это реагируются. Все эти люди проходят через ЗВС, как правило, если у них, конечно, нет малолетних детей или они не ведут какое-то опекунство над кем-то. Соответственно, в суде им обязательно дают штрафы, серьезные штрафы, для того, чтобы они немножко призадумались над тем, что они делают. Но в целом силовой блок не только органов внутренних дел, весь силовой блок готов противостоять всем вызовам и угрозам, которые имеют место в это время быть и которые, возможно, будут. У нас хватает сил и средств отреагировать на любые вызовы, поэтому пускай те, кто в голове носит эти мысли, откинут ее в сторону и ни в коем случае не пытаются расшатать ситуацию в нашей стране. Давайте завершим наше краткое интервью на позитивной ноте. Все-таки юбилей, праздник УВД. Ваши пожелания нынешнему составу, ну и ветерану милиции? Как я уже сказал, история УВД Гронинского облсполкома достаточно широкая. И, конечно же, во главе УГА мы всегда держим, ставим своих ветеранов. То есть старшее поколение, которое воспитало нас, вложило в нас знания, опыт. На сегодняшний день ветераны, они ушли на пенсию, на заслуженный отдых, но они постоянно в строю рядом с нами. И когда нам нужна подсказка, мы пользуемся обязательно, пользуемся их опытом. 20-й год тоже показал, что ветераны не стояли где-то в стороне, они стояли рядом с нами, и мы вместе отстаивали независимость нашего государства. Сегодня я хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам, пожелать им добра, мира, здоровья, как можно дольше оставаться в строю, чтобы были всегда рядом с нами. Мы о них помним и всегда их чтим. Ну а молодому поколению, чтобы у них была доблесть, отвага, честь, чтобы вот эти вот понятия у них не стирались со временем. Ну и то знамя победы, которое нам передали наши деды и отцы, которые сейчас мы несем в своих руках. Передав им, мы надеялись, что они его ни в коем случае не опустят, а гордо подняв над собой, будут нести вперед. Всех с праздником, здоровья, удачи. Фортуна должна сидеть сюда на правом плече, смотреть в лицо, никогда не отворачиваться. Но источник жизненной энергии, финансовых средств, чтобы не переводился ни у кого, ни у действующих сотрудников, ни у ветеранов, у всех нас, чтобы все было в порядке. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное. Знаете что, пожелаю, чтобы был хоть один такой день, когда не будет ни одного звонка в милицию, ни одного преступления. Ваше слава Богу в уши. Спасибо.